in my room это marketplace красивой мебели заказывайте тысячи товаров с доставкой в любой город а пока смотрите наше новое видео и вдохновляйтесь на переделки привет in my room рада вас видеть заходите меня зовут Нина я руководитель пиар-службы в оборонном концерне и сегодня я расскажу вам о том как я сделала за два месяца во время карантина в своей квартире 42 квадратных метра с нуля с бетона по очень экономичной цене как я это сделала я расскажу в этом видео это апартаменты они находятся в жк невском рядом находится великолепный пруд собственно ради него я выбрала эту квартиру когда первый раз сюда пришла здесь не было вот этой стены поэтому можно сказать что я увидела практически в нулевом варианте ключи от этой квартиры я получила в январе а продумывать дизайн начала в декабре и уже в январе у меня был готов тот момент когда получала ключи был готов дизайн я придумала сама все что здесь сделано это идеи которые приходят ко мне во время путешествий или когда я вижу где-то какие-то удачные варианты и все получилось так как я задумал каждая зона имеет свое лицо имеет свой стиль ее можно рассматривать изучать и я продолжаю работать я уверена что моя квартира будет трансформироваться потому что я не из тех людей которые живут в застывших формах я люблю все переделывать перекрашивать творить очень много здесь я сделала собственными руками я живу здесь одна но я рассчитывал эту квартиру по то что сюда будет приходить много моих друзей что мы здесь будем собираться репетировать я пою в церковном хоре и отлично проводить время ну что пойдемте смотреть мы находимся в прихожей расскажу сразу про цвет стен дело в том что когда я получила краску заколированную оказалось что цвет совершенно не тот и мне пришлось колеровать самой красками которыми я рисую картины и очень удачно получился цвет как вы здесь видите он такой голубой серый двери я сама делала тоже собственно их покрасила залакировала и наклеила вот эти вот панели зеркальные из леруа все это обошлось панели эти в 2000 рублей поэтому дверь для меня достаточно дешевая мне очень нравится моя ключница я покупала в одном очень дешевом магазине немножечко подкрасила чтобы она имела тот оттенок который мне нравится добавила цветы мне кажется выглядит очень мило по крайней мере меня она очень радует мне очень нравится жалюзиные двери достаточно экономичный вариант я тоже покупала их в магазине леруа сама красила и приятно то что я могу их перекрасить любой момент когда мне надоест этот белый цвет я сама планировала этот внутренний шкаф он обошелся мне по сути в 3000 рублей мне его сделали строители сама планировала как здесь все будет располагаться и вот верхняя зона если ее открыть там большая ниша она сделана для того чтобы влез мой складной велосипед внутреннюю часть я еще не красила я еще не решила каким она будет цветом я думаю наверное будет синие или голубая или зеленая в общем здесь еще есть возможность пофантазировать мне это очень нравится потому что я люблю делать что-то в своей квартире если вы обратите внимание на эти ручки я купила их в сицилии несколько лет назад тогда у меня еще не было даже планов покупать квартиру на ручке я купила для комода и сейчас они у меня здесь и также ванной здесь два уровня освещения можно включать вот такой света можно включать основной а про эту стену из стеклоблока я расскажу вам позже пол у меня ламинат единым контуром белый я очень хотела белый пол это 33 класс очень качественный пол и предвосхищая ваши вопросы он достаточно практичный то есть у меня нет проблем ни в кухне ни где-либо еще у меня есть робот-пылесос и я вообще не страдаю даже если бы его не было все равно проблем нет следующего на что я хотела бы обратить внимание это вот эта перегородка это также балки из леруа мне делали мои строители обошлась она мне порядка 3000 рублей не считая материалов но выглядит мне кажется шикарно единственное что я не знаю в какой цвет ее покрасить оставить так потому что она сочетается другими элементами интерьера или перекрасить если хотите можете дать мне совет какой цвет ее покрасить потому что пока пока остается так представляю вам мою кухню это кухня российского производителя она обошлась мне порядка 30 тысяч рублей я отдельно заказывал столешницу отдельно фасады они из лдсп и эмали тоже брала кухню с учетом того что я могу и перекрасить мне очень понравилось то что я заказала в четверг условно уже на следующей неделе во вторник мне ее привезли во время пандемии когда заводы практически не работают такой срок такая скорость просто была фантастика я была очень рада что касается раковины мне очень нравится то что она глубокая это искусственный камень но не нравится то что очень марка белый цвет это был неудачный мой выбор хотя визуально она смотрится прикольно гармонирует с фасадом но я замучилась и оттирать если честно но хорошо то что брызги не достают до стен и у меня нет с этим проблем мне очень нравится мой смеситель я покупала его за какие-то смешные деньги на алиэкспресс очень красивая упаковка очень качественно он очень тяжелый я принципе очень довольна пока у меня никаких нареканий к нему нет и кроме того он отлично сочетается в принципе с моей кухне с этим стилем столешницу я заказывала отдельно потому что мне не понравились те расцветки которые были у изготовителей кухни и тоже выбирала по картинке потому что во время пандемии нет возможности посмотреть что и как как и большинство в принципе материалов этой квартире выбирала по картинкам хочу сказать что часть этой столешницы я потом стала столом в зоне гостиной потом вы это увидите то касается духовки хотела обратить внимание на ее цвет дело в том что я сама покрасила также как и холодильник потому что когда мне привезли эти два два предмета оказалось что они синеватого оттенка и не очень гармонирует с моей такой более теплой кухни поэтому мне пришлось их покрасить и принципе я очень довольна результатом несмотря на то что у меня нет места для хранения вверху них не хватает места здесь достаточно глубокие ящики полного выкатные и здесь у меня посудомойка даже находится здесь тоже ящик и здесь три ящика недостаточно места для хранения я очень много внимания уделяет тому чтобы детали сочетались например фурнитура сочетается с рейлом также она сочетается со смесителем и многие вещи я также делаю своими руками например вот эти вот подвесы одна из моих любимых зон это столовая зона изначально я хотела здесь шлифованный бетон но в итоге строители меня убедили что нужно сделать штукатурку и мы использовали штукатурку под бетон и я считаю что получилось в принципе вполне достойно это мои картины я сама рисую изначально уже так было распланировано что они здесь будут висеть отдельно хочу рассказать про стулья я увидел их кафе в сербии где я была в марте этого года как раз перед закрытием границ я честно говоря у них просто влюбилась поэтому когда я приехала в москву я начала их искать и нашла их на сибирске и мне успешно их оттуда привезли и в принципе еще до того как я получила уже отремонтированную квартиру меня уже эти стулья были и радовали меня на них очень интересный ромб в принципе это та геометрическая фигура которая повторяется у меня по всей квартире она повторяется в кашпо и в светильниках и в зеркалах и даже в посуде которую я использую покупаю на кухне и даже в электроэлектрических приборах и мне очень нравятся также эти кашпо я их купила заранее за буквально полгода до того как я приняла квартиру потому что когда я их увидела я просто в них влюбилась история этих кашпо очень интересная я увидела их в архполе в их офисе в их шоурумах и прям влюбилась в них на следующий день я их нашла заказала на распродаже я очень довольна считаю что они создают некую атмосферу кстати этот бренд а также множество других вы можете приобрести на сайте inmyroom и подписывайтесь на inmyroom.tv стол я декорировала сама это простой стол за 4000 рублей с простой совершенно столешница я купила мозаику и собственно сделала его вот таким вот интересным красивым дизайнерским мне очень нравится эта мозаика одна из лучших идей моей квартире одна из самых эффектных это гамак для йоги когда-то я закончила курсы инструктора по йоге и вот с тех пор мечтала о таком гамаке я очень рада что эта идея наконец-то реализовалась здесь у меня такая чудесная лавка которую я делала за 3000 рублей когда у меня не было стола она служила нам и столовой зоны мы здесь часто кушали и здесь можно в принципе спать отдыхать и очень приятно смотреть когда за окном дождь и находиться здесь читать книгу пить чай я очень люблю это место я специально я сделала из реек потому что под ней встроенный в пол конвектор и эту лавку кстати можно убирать если вдруг зимой мне будет холодно я смогу ее убрать чтобы освободить конвектор и еще один момент здесь у меня выращивается зелень и петуни это люстра самодельная я сама окрасила этот брусок заранее заказываю на алиэкспресс витой шнур и патроны я попросила людей которые делали мне потолки чтобы они мне скрутили эту люстру и буквально там за тысячу рублей у меня появилось такое украшение это решение было с одной стороны очень простым с другой стороны очень экономичным и с третьей очень эффектным все кто заходит первым делом видит эту люстру и я постоянно получаю какие-то восторженные отзывы они хотя по сути ну что там одна палка и и пятой шнур и также хотела бы рассказать про зону за диваном специально молодец планирована с одной стороны чтобы закрыть заднюю стенку дивана которая не очень красиво смотрится с другой стороны здесь много места для хранения и еще здесь также стоят ящики с подвина которые мне достались бесплатно и они до сих пор не скреплены потому что возможно я поменяю их конструкцию в другом месте их поставлю но пока мне нравится такое решение мне кажется в этом что то есть это моя творческая зона я здесь рисую здесь находятся все мои краски кисти и так далее они находятся в ящиках которые мне достались бесплатно это ящики из-под алкоголя в принципе тоже можете попросить в алкогольных магазинах и самое удивительное что из них можно делать разные формы по-разному и вставить можно их перекрашивать свет мне кажется очень интересное решение также здесь вот такая стена к которым я выписала любимые отрывки из псалмов и она меня вдохновляет это зона гостиной я специально планировал ее так чтобы здесь можно было размещать мои картины и кстати их можно менять и зона будет меняться в соответствии с изменением картин на стене также я выбирал диван специально небольшого размера но при этом чтобы он был раскладной чтобы у меня могли оставаться мои родные мои друзья и я хочу сказать что я угадала с диваном он действительно очень удобный этот ковер я купила на авито за полторы тысячи рублей он старый какой-то немецкий его привезли еще в советское время знаете я им вполне довольна хотя я хотел поверьте положить грузинский ковер но в связи с тем что граница закрыта пока это остается только мечта здесь также 2 лавка она для того чтобы сидеть я специально эту зону планировала так чтобы здесь много людей могли находиться это лавка как раз призвана для того чтобы на ней можно было сидеть под ней также находится батарея конвектор она также может быть убрана если мне будет холодно эта стена также покрыта арт-бетоном она является прекрасной основой для картин также я хотела здесь сделать зону для проектора смотреть фильмы но я думаю что это еще впереди эту станину я красила сама мне привезли также заказала на авито за 5000 рублей и вот этот вот кусок это часть столешницы которая лежит на кухне текстиль самое простое это самые дешевые леруа и икея я хотела римские шторы и я думаю что моя сестра мне их сошьет но так как это долгий процесс это я планирую уже на зиму сейчас меня устраивает эту легкий воздушный цветной текстиль который так гармонирует с моими картинами тут два вида освещения это основной потолочные светильники и также люстра кроме того попадает свет из зоны столовой и зоны кухни поэтому в принципе я здесь свет практически не включаем недостаточно того который находится там я изначально планировала что у меня здесь будет перегородка это цельнометаллическая перегородка очень тяжелая очень сложно было ребятам ее поднимать наверх это была целая история но в принципе я довольна тем как это получилось также я купила шторы чтобы закрыть зону случае прихода гостей и в принципе долгое время квартира была без перегородки была только со шторами это тоже было прикольно и многие даже говорили оставь так спальня мне очень небольшая самое сложное здесь было это найти кровать которая бы вписалась в эти размеры она должна была быть достаточно узкая я такую кровать к счастью нашла мы и сами собирались подругой это был тот еще квест что могу сказать здесь также меня расположены картины и здесь такая зона это предварительно оформленная я думаю что здесь через какое-то время все будет по-другому я даже более того думаю что я перекрашивайте стены в какой-то более темный цвет но в общем это то место над которым я еще буду работать вот эта стена чудесным образом здесь появилась то есть когда я планировала свою квартиру я изначально ее хотела но потом посчитала что это будет слишком дорого но к счастью во время пандемии на авито я нашла человека который продавал стеклоблок буквально по обросовой цене просто потому что ему нужно было освободить склад и он мне чуть ли не бесплатно отдал за 5000 рублей и 7000 рублей стоила кладка сзади у меня гирлянды и их можно включать и вечером здесь получается такая интересная подсветка с гирляндами гардеробная у меня другой пол я решила попробовать сделать по-другому в том что когда я заказывал ламинат это тоже было в период закрытия всего и мне привезли ламинат но не довезли две пачки мне не хватило на всю квартиру и пришлось докупать другой другой я решил попробовать вот такой коричневый пол гардеробная сделала недавно буквально на это мне потребовалось два дня и пол вечера на планирование тоже обошлась она мне порядка 30 тысяч рублей это материалы все из леруа просто лдсп а гардеробная закрывает трубу который идет к стояку дело в том что я отдела перепланировку квартиры потому что меня был неудобная планировка и я переносила макрой зону в апартаментах это возможно я узнавала это покрывало мне сделала моя сестра задолго до того как у меня появилась квартира она шила его из тех платков которые я покупала им в подарок по-моему это очень очень мило глядя на эти платки я вспоминаю в каких странах я была я во многих странах была порядка 38 и это очень удачно вписалась в мою квартиру и предваряя вопросы по поводу светильника тут просто такая ситуация что моя подруга из швеции очень хотела сделать мне подарок моей квартиры она мне написала я хочу подарить светильник я сказала хорошо вот тебе место пожалуйста поэтому я жду когда откроется границы и она привезет свой светильник и он будет мне напоминать о ней ну и наконец то я могу сказать что это была за стена эта стена в санузел она состоит из стеклоблоков типа волна обошлась мне в 40 тысяч рублей эту идею я посмотрела в одном из магазинов и я просто в нее влюбилась и сказал все что угодно но стена весь санузел будет у меня из стеклоблока я не пожалела ни секунды он не прозрачный не надо этого бояться кроме того он как светильник когда ты вечером включаешь здесь лампу или свет он светит на всю квартиру это очень красиво здесь по двери есть небольшая щель которая связана как раз тема что это стеклоблоки неопределенных размеров и дверь может быть не всегда спишет впишется в тот проем который получается но я считаю что это даже плюс потому что она помогает выходить влаги в ванной я использовала керамогранит покупала его в леруа вся все материалы пошли порядка двадцати тысяч рублей по моему даже вместе с ванной и я очень довольна полученным результатом смотрится довольно стильно эстетично здесь у меня получилась такая колонна в ней находятся коммуникации в том числе проточный водонагреватель который как раз сейчас мне очень пригождается потому что в доме выключили воду также здесь у меня инсталляция это гиберит достаточно надежно мне принципе все устраивает очень мне нравится вариант со стеклянной шторкой она стоит 7000 рублей но при этом очень сильно выглядит и также здесь в нише я разместила цветочки вот как всегда все скрывается в мелочах смеситель той же фирмы что смеситель на кухне это тоже с алиэкспресс они мне его доставили также очень быстро потому что у них есть хранение в москве я им очень довольна он очень стильный прекрасно сочетается с смесителем который у меня на раковине мы его позже посмотрим и многофункциональный эту лестницу для хранения полотенцев я подсмотрела в пинтересте и мы вдвоем с подругой практически без инструментов и и сколотили это было конечно очень забавно но результат меня порадовал это самодельный шкаф также здесь двери жалюзины которые из сосны я покрыла их воском получилось удивительно совпадение с цветом который у меня в ванной присутствует очень красиво также вот эти вот ручки из сицилии столешница из леруа совершенно обычная и также раковина довольно недорогая керамид опять же прекрасный смеситель я его подглядела в грузии где я была в феврале и там в одной из квартир которые снимала был такой смеситель я просто в него влюбилась и вот это был первый смеситель который я купила на алиэкспресс в этой ферме я им тоже очень довольна в шкафчике у меня прячется маленькая стиральная машинка на 4 килограмма я тоже с ней вполне довольна был мне эпизод когда она у меня прыгала но мы вытащили потом болты транспортировочные теперь с ней все хорошо я думаю что она проживет много лет самой в ванной мне нравится использовать эту лампу я практически не включая здесь по вечерам свет в итоге получается такой теплый приятный очень атмосферное состояние здесь когда включается именно эта лампа мне очень нравится зеркало совершенно простое я случайно его нашла в одном из магазинов оби она была на больших скидках я купила за полторы тысячи рублей сейчас помню и она идеально вписалась спасибо что пришли я была очень рада вас видеть и надеюсь еще увидимся пока пока